Громкий, пожарная пилота, плачет не поднимает повещение. Громкий звук сирен, плотный дым и практически полная темнота. Единственное, нет высокой температуры. Если бы кто-то из постояльцев пропустил информацию о том, что идут учения, то мог бы подумать, что все по-настоящему. Здравствуйте, у нас пожар. Общежитие номер 4, на третьем этаже. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже общежития. После пожар по балкону перекинулся на четвертый. Комендант сразу же сообщил об огне и начале эвакуации. Двое жильцов не смогли выбраться из задымленного помещения самостоятельно. На их поиски были отправлены два отделения спасателей. Одного из пропавших вывели, второго пришлось спускать по пожарной лестнице. А после условно пострадавшему мужчине понадобилась помощь медиков. Я работаю здесь недавно, и для меня это тоже первый новый опыт, какой-то урок. Первое, конечно, пугает именно сигнализация сработавшая, от которой ты и приходишь в этот небольшой временный стопор. Когда увидели дым, первое, да, а неужто это правда? И как бы немножко не по себе это все равно становится. Светлана – одна из жильцов общежития. С большим пожаром она встретилась в детстве. С тех пор остались неприятные воспоминания. Женщина уверена, что участие в больших учениях помогло ей в борьбе со страхом. В такой вот большой эвакуации я участвовала в первый раз. Было очень интересно, было очень любопытно. И столько людей в форме. И вот эти вот как бегают, дышат вот в этих масках, даже жалко их стало. Тяжело. Очень давно в детстве у нас сгорел гараж. Я из детского дома. И у нас сгорел вот именно наш гараж, где стоял автобус, где стояли машины, где трещал шифер, где вот это огромное зарево, где нас выводили ночью. Это было в два часа ночи. И вот мы… Да, это было очень страшно. На поиск людей, вывод их из огня и ликвидацию условного пожара ушло не больше 40 минут. В учениях были задействованы один автомобиль скорой помощи, 8 пожарных и 46 человек личного состава. Панятий никакой не было. Также для соседних домов. То есть всем было интересно, все смотрели. У нас на эти мероприятия всегда очень много зрителей вокруг. В первую очередь мы всегда занимаемся спасением людей. Независимо от того, что горит, где горит. Наша первоочередная задача – это спасти людей. Ну а дальше уже все зависит от тактики. Что именно горит, какие материалы, этажность и так далее. За сутки в Алтайском крае ликвидировано 11 пожаров. Четыре из них произошли в жилом секторе. Лишнее подтверждение тому, что пожарные бригады всегда должны быть на готове. Учения проходят ежемесячно. Огнеборцы оттачивают свои навыки на самых разных объектах. В торговых центрах, производственных цехах и в жилых помещениях. Дарья Федоркина, Евгений Ижутова, Сергей Кулыгин. Будни.